Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня мы будем говорить о работе крупнейшего в нашей области предприятия-перевозчика. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь. В 2007 году на должности ведущего инженера дочернего автотранспортного предприятия «Гомель Обл. Автотранса». Через два года возглавил сектор грузовых перевозок. На протяжении шести лет работал на должности директора Добружского филиала предприятия. На нынешней должности с 2016 года. На вопросы, которые касаются деятельности ООО «Гомель Обл. Автотранс», прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в «Гомеле» 77 68 45. Здравствуйте, Николай Васильевич. Добрый вечер, Ольга и уважаемые телезрители. Николай Васильевич, а Вы пользуетесь общественным транспортом? Конечно, как и любой человек, возникают моменты, когда я пользуюсь транспортом общественным, в том числе и стараюсь пользоваться транспортным нашего предприятия в том числе. Ну, скажу честно, я пользуюсь им не как пассажир, просто как пассажир, а как человек, который заинтересован в повышении качества, поэтому уже замечаю те моменты, когда я пользуюсь автобусом, в частности, те моменты, которые простому пассажиру не заметны. Например? Ну, например, как в салоне обслуживают, допустим, городском транспорте, как обслуживает кондуктор наших пассажиров, как он общается, вежливо, как он контактирует, в том числе, как обстановка в салоне, какое его состояние, в том числе санитарное. И вот эти моменты, подчеркиваю себе, работаем, когда я пользуюсь транспортом, работаем над снятием этих вопросов, если не есть. Ну и много замечаний у Вас бывает? Ну, честно говоря, замечания, они должны быть, и замечания, ну, для меня они есть. Спасибо. Автобусы Гумель Обл Автотранс обслуживают 189 городских, 473 пригородных, 70 междугородных и 16 международных маршрутов. Это очень много. Какие из маршрутов, каждый в своей категории, являются самыми популярными в области? Для нас, как для транспортника, самый главный показатель популярности маршрута, это его самоокупаемость. Конечно, в различных городах, так называть популярными маршруты, можно разные маршруты, все-таки. То, что касается города, это маршруты, которые связывают спальный район нашего города с местами тяготения, с местами работы, обучения или прочей потребности человека. Городских маршрутов можно отметить буквально несколько, которые наиболее популярны. Это 17 маршрут, 18 и 25. Это действительно популярные маршруты. То, что касается пригородных перевозок, тут уже зависит от специфика района, от тяготения человека, допустим. Тут однозначно сказать так нельзя. Но какие районы вас своей окупаемостью удовлетворяют? Есть районы, например, Жлобинский район, Добровский район, у которых окупаемость пригородных перевозок достаточно велика. Есть районы менее заселенные, и там окупаемость пригородных перевозок, она, конечно, незначительная, скажем так. То, что касается международного направления, у нас явно направление, допустим, украинской стороны, это популярные маршруты сегодня у нашего населения. Это в том числе и в летний период очень пользуются спросом эти маршруты. И, естественно, это поездки наших граждан в сторону Российской Федерации, в частности, в Москву. Эти маршруты у нас популярны. Николай Васильевич, наши корреспонденты накануне тоже выбрали один из городских маршрутов и отправились в дорогу. Внимание на экран. С бригадой автобуса, следующего по маршруту номер 20, наша съемочная группа встречается на остановке Старая Волотова. Впереди 21 километр дороги. Ровно через 1 час 8 минут автобус должен прибыть на конечную остановку Медгородок. В отличие от предыдущих моделей, машина 215 серии более комфортная. И неудобства у пассажиров возникнуть не должно. Я говорю, конечно, комфортнее стало. Намного теплее в автобусе. Со мной очень удобно, когда с коляской заезжаешь, нету ступенек в автобусе. Ну вот, когда подъем низкий. А раньше такого не было. Для кондуктора Натальи Винокуровой 68 минут на маршруте – время постоянного общения. Эта работа, кстати, не такая уже и простая, как может показаться на первый взгляд. В качестве примера – задачка из курса младших классов. На 20 маршруте 38 остановок, и после каждой кондуктор должна пройти по всему салону длиной в 18 метров. Вопрос – сколько километров проходит женщина за пять дневных рейсов? Ответ – почти 3,5 километра. Причем это далеко не легкая прогулка. Кроме продажи билетов, часто приходится отвечать еще и на самые разные вопросы пассажиров. С багажом сейчас проблемы есть. Но, видимо, пока люди не привыкли, они оплачивать не очень хотят. Ну, а так, проблемы, когда опаздываем, бывают пробки, тогда, конечно, начинают возмущаться, что не по графику. Ну, а так, в принципе, пассажиры нормальные. Оплата провозимого багажа сегодня один из самых спорных моментов. Несмотря на то, что целый ряд предметов, включая детские коляски, инвалидные кресла и лыжи, из этого списка исключены, вопросов все равно много. В принципе, такая практика когда-то уже существовала. И тогда все платили без вопросов. Однако было это так давно, что о ней успели забыть даже пассажиры с большим стажем. Вот это мне не нравится, что надо платить за это, за поклажем. А раньше же не было этого. А вот без билетников по сравнению с прошлыми временами стало значительно меньше. Особенно после того, как кондукторы стали требовать обязательного предъявления проездных билетов и дающих льготу на проезд удостоверений. Зайцы сейчас реже, намного реже. Бывает молодежь, бывает, если на одну остановку, тоже бывает, стремятся как бы так пробежать. Ну а так, в общем-то, сейчас, ну конечно, намного меньше, намного меньше, чем было раньше. Большинство пассажиров претензий к кондукторам тоже не имеет. В конце концов, улыбаться каждому совсем не обязательно. Хватит элементарной вежливости. Попадаются кондукторы, есть невежливые, есть такие, попадаются. Так, в основном, кондукторы очень вежливые. Предлагают билетик купить или проездные предлагают. Всегда людям говорят, чтобы оплатили, не забыли. Предупредить конфликтные ситуации в автобусах этой серии помогает еще и техника. Салон машины оснащен камерами видеонаблюдения. Впрочем, помогает эта техника не только в спорных ситуациях. Видно, когда уже на улице темно, в зеркало, допустим, смотришь, уже плоховато, да, если остановка плохо освещается, то эти камеры очень хорошо помогают. А как насчет там, краж всего, то есть еще как бы этого не было ничего, а вот в этом случае хорошо. Примерно на середине маршрута съемочная группа телерадиокомпании «Гомель» прощается с бригадой 20 маршрута. Через полчаса автобус прибудет на конечную остановку, чтобы после небольшого отдыха отправиться в обратный путь. Вы смотрите «Диалог». Гость нашей студии – заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «Гомель Обл Автотранс» Николай Васильевич Коноплицкий. Принимаем телефонный звонок в нашей студии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, вы уже в эфире. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопросик. По поводу экспресса 40-э, вокзал-приборт. Все очень прекрасно, мы вам очень благодарны. Уже много лет ходит к нам этот транспорт. Люди довольны, но всего 4 рейса за день. У нас его было больше, но потом сняли один. Рейс 17-20, и потом только в 9 вечера. Цена прекрасная. Студенты, люди едут с работы, дети с садов, со школы, но очень мало рейсиков. Поняли вас. Если бы вы нам добавили, то, конечно, район был бы просто благодарен вам и люди, потому что невозможно каждый день с работы ездить за 15 тысяч на 309-й год. Мы вас поняли. Спасибо большое за вопрос. Сейчас попробуем разобраться. Николай Васильевич, окупаемые направления? Почему убираем где-то, где возникают такие вопросы, почему рейсы эти убираются, которые были ранее? Хочу сразу, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Мы перевозчик, который обязан зарабатывать деньги. Мы должны содержать свои коллективы, поэтому где-то есть точечные моменты, там, где снимаются какие-то определенные рейсы. Не убираются направления, просто убираются какие-то рейсы менее наполняемые. Вот я хочу подчеркнуть этот ответ. Но это всегда для кого-то неудобство. Да, конечно. Кому-то где-то что-то получается, что мы чьи-то... То есть кому-то приходится подстраиваться немножко под это расписание, которое изменяется. То есть порадовать жителей Прибора пока вам нечем, рейсово останется у них 4. Пока, я думаю, что останется 4 рейса. Конечно, под спрос пассажиров мы готовы работать. Если действительно спрос будет, мы готовы добавлять эти рейсы. Наши города меняются очень быстро. Растут новые микрорайоны и, соответственно, должны вводиться и новые маршруты. Насколько часто это происходит? Как меняется ваше маршрутное расписание? И, может быть, какие-то маршруты из него выбывают? То, что касается новых районов, ну, здесь такая есть небольшая проблема. Мы немножко идем с опозданием к этим районам, транспортным обеспечением я имею в виду. Почему? Потому что не всегда получается так, что инфраструктура, которая необходима для нас, это остановочные пункты, разворотные площадки, уже готовы к моменту, когда уже люди там находятся. Но, конечно, мы туда приходим и приходим в таком объеме, который позволяет вывозить наших людей к местам тяготения. Есть, допустим, районы, как Южный, там мы начинали давно работать с одной машиной, это автомобиль типа «Газель». На сегодняшний день там проходит 10 маршрутов, причем там работают машины с большой вместимостью. Вот такие случаи есть. Но мы стараемся под спрос пассажиров все-таки подстраиваться. Подобные обращения поступают из этих районов? Такие обращения есть, мы анализируем эту ситуацию и под потребность стараемся помочь. Но не всегда, конечно, это получается ввиду экономической целесообразности. Рано или поздно получается, но не скоро. Николай Васильевич, есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос, не прерывайтесь. Здравствуйте. Скажите, вот у меня вопрос по поводу нового 59-го микрорайона. Там недавно начал ходить 52-й автобус, микрорайон расстраивается, он ходит только до середины. Может быть, есть возможность как-то его продлить и закольцевать, может, до университета Сухого. И в выходные дни он ходит только до 5 часов. А до ближайшего транспорта, если с ребенком идти вот по сейчас неосвещенным и заснеженным дорогам, это минут 30, 35 до ближайшего транспорта, как-то может или существующий закольцевать транспорт, или продлить 52-й автобус и увеличить его количество по возможности. Спасибо большое. Понимаем, у вас действительно объективные трудности. Николай Васильевич, как прокомментируете? То, что касается заданного вопроса, я попросил бы оставить координаты. Для того, чтобы вникнуть в ситуацию, надо понимать, что нужно сдвигать. То есть мы работаем для всех пассажиров, и нельзя говорить сегодня о том, что сегодня кому-то мы уходим, но есть пассажиры, которые едут на этом же автобусе, к каким-то местам тяготения, и у них тоже время, поэтому надо разобраться. Я попросил бы телефон оставить, мы на следующей неделе разберемся с этим вопросом, постараемся помочь. Хорошо, давайте продолжим. Мы видели в сюжете представительницу одной из самых сложных, наверное, профессий. Как мне кажется, это кондукторы. Работа тяжелая, подъемы ранние, возвращение позднее весь день на ногах, а еще при этом нужно выполнять план. Вот с этим возникают проблемы у кондукторов или нет? На всех ли направлениях одинаково эффективно они работают? Дело в том, что у нас, в нашем предприятии, кондукторы работают на тех маршрутах, там, где есть серьезный пассажиропоток, и водитель самостоятельно оберетит пассажирование состояния, потому что это тоже время на оберечивание, и сегодня время – это одна из самых ценных вещей в нашей жизни. То, что касается автобусов или маршрутов менее загруженных, действительно, там оберечивают сами водители. Кондуктор, согласен, работа очень тяжелая, она сопряжена с работой постоянно с людьми, у людей разное настроение, может быть, и в этом плане наши люди должны быть психологически устойчивы к различным ситуациям. Да, но за маршруты не существует конкуренции у кондукторов? У кого-то более выгодный, у кого-то менее выгодный? Ну, дело в том, что то, что касается работы кондукторов, есть такое понятие, как график работы, и, как правило, график работы распределяется равномерно на весь подвижной состав и на весь кондукторский состав, чтобы примерно выручка, условно говоря, была у всех кондукторов одинаковой в конце месяца. Поняла, спасибо, Николай Васильевич, давайте выслушаем нашего телезрителя. У нас есть звонок на линии, здравствуйте. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, погромче, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Я вот житель деревни Романовичи. Алло. Мы вас слышим, не прерывайтесь, говорите. Хотелось бы задать такой вопрос. Вот жители деревни Романовичи недовольны тем, что очень долго едем на автобусе. Дело в том, что мы находимся всего в 10 километрах от города, а едем порой полтора часа, когда нам дадут кондукторы. Спасибо. Действительно. 10 километров, полтора часа дороги. Вы уже говорили, Николай Васильевич, время это самое дорогое, что у нас сегодня есть. Ну, если там действительно пассажирпоток, и проблема в том, что водитель долго оберечивает пассажира, и поэтому затягивается где-то доставка пассажира в город, надо рассмотреть вопрос по привлечению туда кондуктора. Надо посмотреть. Не готов там 100% сказать, что завтра появится кондуктор. Надо время посмотреть, все-таки время в движении, какие-то нюансы, и может быть, под необходимость, да, может быть. Обратите внимание, в прошлом году были открыты новые международные маршруты в Одессу, Железный порт и Трусковец. Насколько это выгодное направление к югу возить гомельчан? Да, действительно, в прошлом году наше предприятие открыло новых ряд маршрутов. Хотел бы объяснить, маршрут – это проект не одномоментный получения прибыли. Маршрут накатывается предприятием несколько лет для того, чтобы создать устойчивый спрос на этом маршруте. Поэтому режим работы в прошлом году показывает о том, что маршруты, он требует пассажира этот маршрут. В этом году, надеюсь, что пассажиропоток на указанных направлениях будет увеличен. Мы планируем, что так произойдет, и все, пока это так складывается ситуация, что будет на южном направлении хорошее. Сколько часов пути от гомеля до моря? Значит, до Одессы, по маршруту гомеля-одессы, у нас порядка 13 часов доставляем пассажиров в Одессу. Автобусный парк предприятия – это почти тысяча машин. Понятно, что они, конечно, по своему состоянию, по своему классу, наверное, разнятся. Насколько это проблема или, может быть, это повод для гордости, их техническое состояние? В последнее время, наверное, наши, я надеюсь, пассажиры наши заметили, что у нас подвижной состав в нормальном, достойном техническом состоянии. Значит, да, есть машины, которые, значит, 2004-2005 года выпуска. Мы стараемся поддерживать техническое состояние этих автобусов для того, чтобы пассажиру было комфортно в нем ехать. Но и в то же время работаем над тем, чтобы в меру своих финансовых возможностей обновлять подвижной состав в текущем году тоже самое. Поломки на маршруте бывают? Естественно, как и любая техника, автобусы, в том числе и на маршрутах, сходят по техническим неисправностям. То, что касается зимнего периода, это такие технические неисправности, касаемо, ну, больше, которые относятся к, допустим, ну, таким, вроде как мелочи вообще для техники, там, что-то с дверью случилось, и она не открывается, не закрывается. Это, ну, когда при низких, особо низких температурах. А так... Да, вроде бы мелочи на движение не влияют, но уже пассажиров... Сходов по техническим неисправности у нас последние 2-3 года они категорически снизились. Недавно на предприятии Вы провели единый день пассажира с целью узнать, как оценивают Ваши пассажиры работу Гомелюбалавтотранса. То, что Вы услышали, Вас удивило или было ожидаемо? Удивить, наверное, не удивило, но вопросы, которые поступали на телефонные звонки, они говорят о том, что пассажир нас где-то подталкивает и учит, как нам поступать в конкретной ситуации. Прозвучали какие-то действительно ценные, важные для Вас предложения от пассажиров? Да, были предложения, касаемые, в том числе, изменения графиков движения. Мы должны слышать, что хочет наш клиент, и подстраиваемся под мнение, в том числе, клиента. Напомните, пожалуйста, как можно обратиться в Гомелюбалавтотранс со своими конструктивными предложениями в единый день пассажира? Значит, информацию о проведении единого дня пассажира мы размещаем в средствах массовой информации. Значит, данный день будет проходить ежемесячно. Участвовать будут все службы предприятий, в том числе. У нас, я хочу объяснить, что это не только в самом головном предприятии проводится единый день пассажира, он проводится на всех наших предприятиях, во всех районных центрах. И у каждого пассажира есть возможность обратиться напрямую к своему предприятию, которое его обслуживает, либо, если там что-то не решается, обратиться в нашу главную организацию. Николай Васильевич, необходимость платить за провоз багажа является поводом для конфликтов в автобусах? Вот, в том числе, на последней горячей линии, скажем так, возникали вопросы, касаемые провоза ручной клади. Положение такое, что где-то человек что-то не услышал, может быть, не прочитал, где-то не довели информацию. И вопросы касаются каких-то частных случаев, которых, в принципе, в правилах предусмотреть невозможно. И мы с пассажиром контактируем, получается, напрямую через наших представителей, это водителей, кондукторов. И я бы не сказал, что мы категорически в каких-то рамках в этом плане существуем. Мы все-таки к своим пассажирам относимся лояльно. И в тех случаях, там, где явное превышение габаритных параметров есть, эту плату необходимо, и мы взимаем эту плату. То есть, таких конфликтных, чтобы моментов, ну, касаемо города Гомеля, категорических и не было. Ну, совсем скоро уже дачный сезон, повезут люди на дачу тележки, сумки свои с садовым инвентарем, а потом с дарами этого огорода. Что будут делать в этой ситуации кондукторы? Мы со своими кондукторами проводим работу разъяснительного характера. Мы понимаем, что впереди у нас дачный сезон, и, естественно, наши люди поедут на дачу. Значит, то, что касаемо в основном в своей массе, это вопросы небольших тележек, небольших сумок дачных. Мы говорим о том, что в этих случаях мы, ну, я еще раз повторяю, лояльно относимся к нашим пассажерам. Николай Васильевич, предлагаю далее выслушать мнение гомельчан. Наши корреспонденты обратились к ним с вопросом, как можно улучшить работу автотранспорта. В принципе, расписание неплохое, да. Ходят довольно часто, редко ломаются, это устраивает, да. Но иногда, конечно, вместимость бы хотелось бы побольше. И, естественно, сейчас все работают с интернетом, правильно? Если бы был бесплатный Wi-Fi, ну или хотя бы как угодно, это было бы вообще неплохим поспорьем. Я живу на улице, ну, Зайцево, Буденного, да, где ходит 12-й. В связи с тем, что построился 104-й микрорайон, сейчас 12-й не влезть, он всегда битком. Вот и хотелось бы, чтобы с этого микрорайона по улице Буденного пустили дополнительный транспорт. Потому что ни утром, ни днем, ни вечером в 12-м ездить невозможно. А так, в принципе, устраивает все. Особо я много не езжу, только утром и вечером. Так что, мне кажется, нормально. Те редкие минуты, когда мне приходится проводить в общественном транспорте, ну, я особо недостатков не заметила. Только если по выходным можно, чтобы чаще ходили. А то, как бы, плохо такие-то бывают. Редко. А так, в принципе, нормально. Постоянно на общественном транспорте ездим. Наверное, зимой это очень холодно. Некоторые водители не включают запутевшие, точнее, замерзшие стекла. Постоянно очень холодно в общественном транспорте. Улучшить, наверное, качество контроля. В некоторых автобусах контролеры не совсем добросовестно относятся к своей доработе. Никаких вопросов, потому что я по городу часто езжу. Мне нравится, как ходит у нас транспорт. Честно. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. И принимаем в нашей студии очередной телефонный звонок. Я напомню, говорим сегодня о работе Гумель Обл Автотранса. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Меня зовут Татьяна Николаевна. Я жительница поселка Березки. У меня вопрос такой. В будущем, в перспективе, будет ли пущен маршрут по будним дням в 5 часов 50 минут утра? У вас есть такая необходимость именно в это время выезжать? Да, да. Смена начинается в 6.40. А сейчас как добираетесь? Номер 4 до Луговой. Поняли вас. Спасибо. Николай Васильевич, как прокомментируете? Опять же повторюсь, под необходимость мы готовы рассматривать вопрос. Но пока такого, допустим, массового обращения к нам не было. В частности, нужно с человеком отрабатывать этот вопрос. Подумайте, может быть, стоит внести такой рейс. Если мы обращаемся предприятием, которое оказывает услуги общественного транспорта, то бишь мы работаем для большинства населения. Ну, мне кажется, такое время, оно, наверное, на всех направлениях уже востребовано. На 6 утра. Очень часто нужно добираться. Посмотрите, пожалуйста. Николай Васильевич, итак, мы выслушали предложение от гомельчан. На ваш взгляд, нужно ли гомелюбал автотрансу еще работать над повышением качества обслуживания пассажиров? И как? Для того, что нам нельзя ни в коем случае останавливаться над качеством услуги. Мы понимаем, что сегодня пассажир наш требовательный. У него есть право выбора. Он может выбрать между нашим транспортом и транспортом, допустим, частных перевозчиков. Хотя, по большому счету, сегмент у нас услуг, он немножко другой, и оказываемый вид услуг. Но, тем не менее. Поэтому, естественно, мы обязаны работать над качеством. Это, в первую очередь, в том числе, работа над расписанием движения, чтобы человеку было удобно добраться с какого-то конкретного пункта к местам тяготения. Это скорость передвижения. Это очень важный момент в нашем случае. Потому что пассажир сегодня хочет, чтобы доехать, допустим, без пересадок и с минимальными временными затратами. И, конечно, тут подвижной состав, это качество услуги, это очень важно. В репортаже было, что девушка обращала внимание, что где-то в каких-то моментах в автобусе, говорит, было холодно. Да, вот вопрос к нам, почему в автобусе холодно. И мы, честно говоря, работаем, особенно в зимний период, эта тема для нас очень важна. От чего это зависит? Вот в некоторых автобусах холодно, а в некоторых душно. Опять же, я говорил уже о том, что у нас различный подвижной состав, и он на различных годах выпуска. Понятно, что в современных автобусах, в современных машинах они более комфортабельные. Естественно, там система утепления и сама система отопления конструктивно другим видом построена. Поэтому там теплее. Где-то в старых машинах, которые у нас еще существуют, они прохладнее. Насколько вам технические новинки сегодня помогают работать над качеством услуг? Технические новинки сегодня в таком состоянии, что без технических новинок, наверное, никто из нас не способен жить. У нас внедрена система автоматизированной системы диспетчерского управления. Система позволяет нам, как перевозчику, следить за каждой своей машиной в реальном режиме времени, где она находится, на каких промежутках, на каких остановках. Опаздывает она, либо идет с опережением графика, для того, чтобы снять вопросы, касаемые опозданий, либо вообще срывов там на линии. И поэтому мы работаем, если где-то есть вопрос схода машины, мы можем влиять на эту ситуацию и минимизировать свои затраты, в том числе и пассажирозатраты, чтобы машину туда в график добавить. Частные перевозчики составляют вам конкуренцию? Естественно, частные перевозчики, но дело в том, что у них сегмент рынка немножко другой. Но мы воспринимаем их не так напрямую, как конкурентов прямых. Мы их рассматриваем как перевозчиков, которые в том числе и нам подсказывают, где сегодня, в каком направлении нам сегодня нужно двигаться. Потому что они, ввиду своей, допустим, они не совсем большие эти предприятия, они готовы гибко подстраиваться под рынок по требованию пассажира. Мы наблюдаем за ним, мы смотрим, куда они движутся, что, и пытаемся за ними тоже. Они нам подсказывают, куда нам все-таки надо двигаться. А нелегальные перевозчики? Это большой вопрос для нас, перевозчиков, которые работают в регулярном сообщении. Это, допустим, мы, как транспортная компания, и частные перевозчики, которые работают по выданным расписаниям, движениям. Мы платим налоги, платим зарплату, все у нас правильно, официально. Есть такой сегмент нерегулярных перевозок, это перевозчики, которые работают на пригородных и междугородных перевозках. Пользуюсь где-то лазейками законодательства, они под видом нерегулярных перевозок все-таки осуществляют, я хочу подчеркнуть, осуществляют регулярные перевозки пассажиров. Человек просто, на самом деле, пассажир, я понимаю, он не задумывается о том, что он пользуется таким видом перевозок, не задумывается про свои гарантии. Человеку, наверное, добраться бы до дома поскорее, да? А на чем, в общем-то, не так и важно, если нет расписания автобуса, то можно воспользоваться услугами того, кто их предлагает. В этом, в том числе, они поэтому и работают, потому что есть спрос. Не было бы спроса, понятно, что такой вид бы не появился, поэтому тоже мы себе задаем этот вопрос. Значит, это где-то мы не дорабатываем в этом направлении. Но сегодня ситуация такова, что, ну, ничего пока поделать мы с этим видом перевозок не можем категорически. И мы поставлены с ними в неравные абсолютно условия, мы не можем с ними конкурировать по каким-то направлениям на равные. Единственное, что пассажиры ваши должны знать, чем они рискуют в случае, не дай бог, какой-то неприятной ситуации на дороге. — Среди ваших водителей встречаются нарушения правил перевозок, может, где-то билеты не продают? — Конечно, у нас численность наших работников порядка четырех тысяч, более четырех тысяч человек. Конечно, нарушения водители допускают, в том числе и правила дорожного движения. Есть случаи, выявленные и постоянно выявляются случаи безбилетного провоза пассажиров. Такие случаи есть. Над этими случаями работает контрольная служба, которую проверяют наших водителей. И в случаях нарушения правил дорожного движения есть комиссия по безопасности дорожного движения. Каждый случай персонально рассматривается и принимаются меры к этому водителю, в том числе и обещающие программы, чтобы такого не повторялось в дальнейшей работе. — Николай Васильевич, профессия водителя, она, конечно, очень ответственная и небезопасная. Потому что на дороге может случиться всякое и с автобусом, и с состоянием здоровья, и по множеству еще каких-то совсем уже непредсказуемых факторов может произойти любая ситуация. Какова статистика ДТП с участием авто и водителей Гомель-Обл-Автотранса? — По ситуации с дорожно-транспортными происшествиями хочу отметить, что в прошлом году мы снизили общее количество дорожно-транспортных происшествий с участием нашего подвижного состава на 18%. Цифра серьезная, у нас достаточно серьезный результат. Это плод работы профилактической, в том числе обучающих семинаров, которые проводятся в наших предприятиях. В этом есть доля успеха. То, что касается водителей, которые совершили ДТП по вине, допустим, наших водителей, эта доля тоже категорически снизилась. Она снизилась порядка на 24% к уровню 2015 года. Это я говорю данные за 2016 год. То есть, ну, работа ведется, она серьезная, хотя, конечно, в некоторой степени на это влияет негативное увеличение количества собственного транспорта у населения. То есть, ну, массив большой. — Улицы загружены, транспорта сегодня много. Улицы наши не рассчитаны на такой поток. А автобусы — это все-таки они достаточно грузные, транспорт. Развернуться им тяжело, где-то неповоротливые. Бывают какие-то опасные ситуации на дороге и не по вине водители автобуса возникают. А как контролируется состояние здоровья водителя перед его выходом в рейс? — Значит, на нашем предприятии, значит, на крупных предприятиях организовано перед рейсовый медицинский осмотр перед уездом во имя каждого водителя. Мы осматриваем его физическое состояние. Значит, на предприятиях, у которых нет возможности содержать, допустим, свой медицинский персонал, значит, те предприятия заключают договора с учреждениями здравоохранения. И уже непосредственно проходит и водитель медицинское обследование перед уездом на линию конкретно в поликлиниках. — Строго за этим следите. — Ни один водитель на линию не выйдет без освидетельствования. Ни один. — Автовокзал — это ворота в город. И потому, как он выглядит, часто судят о том, как в городе идут дела. В прошлом году обновили автостанции в Калинковичах и Ветке. В порядок приведен вокзал в Гомеле. Я думаю, что с такими предложениями, с такими вопросами вам звонят достаточно часто. Что у вас, какие планы, какой город на очереди? — Дело в том, что этот вопрос требует серьезных материальных затрат. Для нас, как для перевозчика, если поднимать вопрос касаемо реконструкции станционных сооружений. Да, мы планомерно идем в этом вопросе. Постепенно приводим в соответствие и наше станционное сооружение, для того, чтобы пассажиру нашему было удобно обративших на них. Значит, то, что касается планов на текущий год, прорабатывается вопрос, и мы надеемся, что мы сможем это в текущем году сделать. Реконструкции станционных сооружений в Полесском регионе. В частности, это в городе Житковичах. — Там самые большие проблемы сегодня с автовокзалом. — Дело в том, что проблемы есть в некоторых еще регионах, но мы не можем охватить сразу все. Поэтому в Житковичах есть вопрос, который мы считаем, что необходимо решать сегодня. — Первостепенная задача. Это что обязательно на автостанции должно быть? — Дело в том, что на автостанции должно быть что? Чтобы человек мог беспрепятственно купить, мы должны продать, и человек смог купить билет, чтобы было уютно. Было где в ожидании автобуса провести свое время и какие-то минимальные бытовые условия. — Есть телефонный звонок в студии. У нас менее пяти минут, наверное, около четырех до окончания программы. Поэтому я вас прошу, пожалуйста, коротко и по сути сформулируйте ваш вопрос. — Здравствуйте. — Здравствуйте. Вопрос такой. Можно ли как-то меньше пускать рекламу в автобусе? Очень, пока доедешь до работы, все очень громко, и это действует на нервы. Спасибо. — Раздражает вас реклама. Спасибо. — Николай Васильевич. — То, что касается рекламы, есть, я хотел бы отметить, что есть обращение, в том числе и на прямой нашей линии было два звонка касаемо рекламы. И люди обращают наше внимание, что не всегда, значит, звуковая реклама не всегда, наверное, в формате звучит. Она звучит где-то очень громко. Действительно, человек может быть недоволен или качеством рекламы, либо громкостью своей. Поэтому реклама должна быть ненавязана, я считаю. Человек не должен ее где-то замечать. Если на кого она нацелена, тот может быть и услышан. Поэтому мы обратим внимание, конечно, звук надо, рекламы немножко уменьшить. — Ко дню белорусской письменности в Гомеле вышел поэтический автобус. На Новый год кондуктор и водитель перевоплотились с Деда Мороза и Снегурочку. Кто на Гомеле обл.автотрансе такой главный креативщик? — Дело в том, что главный креативщик у нас коллектив. Мы прислушаемся ко всем идеям, которые у нас есть, в том числе, допустим, в аппарате управления есть идеи, и которые мы рассматриваем, чтобы удивить своих пассажиров. И поступают предложения иногда с наших предприятий. Допустим, то, что касается новогоднего автобуса, одним из первых, кто реализовал такую идею, это был автобусный парк номер 2 города Мозырь. Оттуда пошло, но это было намного раньше. Поэтому постепенно мы смотрим, что мы можем предложить, чем-то удивить. Может быть, пусть у одного человека где-то улыбка после нашего креатива, как вы говорите, появится на лице. И мы будем этому рады и довольны. — Поднимает это настроение пассажирам? — Замечают? — Да, люди замечают, отмечают, и людям очень приятно, когда какое-то происходит переформатирование работы нашей типовой, в другой вид, в более веселый вид. — И будни как-то глядишь? — Да, раскрашиваются будни. — Раскрашиваются, да. А Wi-Fi в автобусах будет? — Значит, то, что касается Wi-Fi, да, Wi-Fi в автобусах будет. Сегодня заключено партнерское соглашение с одной из компаний. Комплекты оборудования у нас есть уже в наличии. Сейчас прорабатывается техническое оборудование у нас есть уже в наличии. Сейчас прорабатывается технический момент именно подключение самого оборудования к бортам автобуса. — Насколько будете техническую новинку внедрять повсеместно? Или это будет какой-то один маршрут в качестве эксперимента? — Значит, ну, не думаю, что повсеместно это есть в этом необходимость. Мы, понятно, что это вопрос, мы рассматриваем эту услугу как привлечение пассажира к нам. Чтобы человеку было удобно. Мы сегодня говорим о том, что то, что касается города Гомеля, это будут, с одной стороны, самые популярные маршруты, с другой стороны, маршруты, на которых, по нашему мнению, купаемость и поток меньше, чем мы бы хотели бы, и тем самым мы сможем привлечь с других видов перевозок пассажиров на наши автобусы. — А на каких маршрутах меньше, чем вы бы хотели сегодня? — Ну, есть ряд маршрутов таких, которые с достаточно низкой окупаемостью. Это касаемо Гомеля. — А с чем вот вы это связываете? Потому что населенность-то, наверное, она примерно одинаковая по всем микрорайонам. — Ну, есть протяженность, такое понятие маршрутов, и за счет удлинений, и заезда, допустим, на какие-то предприятия окупаемость падает. Это все эксплуатационные затраты, которые с учетом... — Кому же первому ждать Wi-Fi в своем проекте? — Я думаю, что пассажирам 17 маршрута первым. — То есть 17 маршрута? — 17 маршрута, да, значит. — Хорошая новость. Спасибо большое за сегодняшний диалог. К сожалению, на этом вынуждены мы закончить. — Спасибо. До свидания. — Заместитель генерального директора Открытого антикционерного общества Гомеля «Обылавтотранс» Николай Коноплеский был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. До свидания и приятных поездок. Субтитры создавал DimaTorzok